Что такое функция клипы на ютубе? Что такое клипы на ютубе? Сейчас я вам расскажу и покажу короткий ролик двухминутный. Не пропустите, посмотрите вместе со мной, и вы узнаете много интересного. Также можете вбить в ютубе о функции и клипы. Можете зайти на ютуб креаторс и увидеть у них этот ролик. Также я могу добавить ссылку на этот ролик в описании, если вам будет интересно и нужно. Напишите мне. Либо давайте посмотрим вместе, что такое клипы на ютубе. Привет, создатели. Давайте поговорим о клипах. Новый способ для вас и ваших поклонников поделиться любимыми моментами из ваших видео и прямых трансляций. Я расскажу тебе, что такое клипы и как их использовать. Давай начнем. Во-первых, что такое клипы? Давай предположим, что в твоем последнем прямом эфире есть типический момент, которым фанаты хотят поделиться со своими друзьями. Или, может быть, в твоем последнем видео есть отрывок, который ты хочешь продвинуть в социальных сетях, чтобы привлечь больше зрителей. С помощью клипов ты и твои поклонники можете поделиться 5-60 секундами вашего существующего контента, чтобы выделить моменты, которые обязательно нужно посмотреть. У клипов есть свои собственные ссылки для совместного использования, но они не создают новые видео. Они всего лишь указатели на существующие видео или потоки. Обрезанный сегмент будет воспроизводиться и зацикливаться на основной странице просмотра. И любой, кто смотрит клип, может легко просмотреть ваше полное видео или поток. Так что думай о клипах, как о способе для тела твоих поклонников привлечь новых зрителей к твоему существующему контенту. И все показатели, такие как просмотры, время просмотра и доход от рекламы, будут отнесены к вашему оригинальному видео. Теперь давай рассмотрим, как использовать клипы. При входе на YouTube нажмите на значок «Клип» под подходящим видео. Тогда выбери раздел «Видео», который ты хотела бы вырезать. Ты можешь изменить длину своего выбора, перетащив ползунок. Наконец-то дай клипу название. Как только все будет готово, нажми на кнопку «Поделиться клипом», а затем выбери один из вариантов обмена. Ты и твои зрители можете вырезать только 5-60 секундный непрерывный фрагмент видео. «Определенные части нельзя сшить вместе». Теперь, если по какой-то причине ты не хочешь, чтобы твой контент обрезался, зайди в студию YouTube, а затем в настройки. Нажми канал, а затем «Дополнительные настройки». В разделе «Клипы» отметьте «Не разрешайте зрителям обрезать мой контент». Для получения дополнительной информации о клипах, ознакомьтесь со ссылками в описании. Спасибо, что посмотрела. На самом деле, ребята, это очень хорошая информация, это очень интересно. Вы будете делиться какими-то фрагментами от 5 до 60 секунд. Выделяя это, допустим, создается отдельная ссылка, вы кому-то пересылаете, человек переходит на это и попадает на оригинальный ролик, именно на тот момент, который вы вырезали. Если он захочет посмотреть полностью дальше, он посмотрит дальше. Даже те же самые клипы, которые вы будете смотреть, короткие, так как ссылка переносится на оригинальный источник, то есть на основной канал, допустим, вот вы где-то это вырезали, человеку переслали ссылку, он на нее переходит, он переходит на канал, именно на тот ролик, откуда это было вырезано. И та частичка, тот момент будет показываться ему. И весь доход, и просмотры, и часы просмотра, и время просмотра, доход, как сам YouTube говорит, будет засчитан именно на этот ролик, не на какой-то клип, а может быть в дальнейшем будут создаваться отдельные плейлисты, как в шортах, допустим, да, шорты тоже приносят денег, но очень мало приносят, то есть вообще реально копейки. Бывает такое, что вот за 20 тысяч просмотров я вот, допустим, не получил ничего, то есть там даже рубля не получил, представляете? А вот если бы были бы репосты, и больше репостов было бы на, допустим, ВКонтакте, еще где-то Одноклассники, еще где-то в социальной сети, это тоже переносится все на основное. И может быть те же самые эпизоды, клипы точнее, они бы как-то отдельно монетизировались. Но с одной стороны хорошо, вы смотрите клип, вы переходите на основной канал, допустим, да, откуда это было взято, и именно на тот ролик, откуда это было взято. И весь доход просмотра и время просмотра засчитывается именно этой трансляцией или этому ролику. То есть вы можете не только с трансляцией это делать, а даже с роликов можете клипы делать, но это если сам автор не поставил галочку. Если автор ставит галочку, то он запрещает создавать клипы. Но я думаю, не ставить эту галочку, так как, ну, все-таки кому-то не нравится смотреть целый час там, допустим, стрима, какие-то особые моменты, да, допустим, интересные, вы переходите таким способом, вы поддержите. Да, вы там не час смотрели стрим, а там, допустим, какой-то клип вы посмотрели, но все равно это приносит время просмотра, интервал какой-то, да. Всем, ребята, спасибо за просмотр, кому понравился мой ролик, пишите в комментариях, что улучшить, что поднять, там, допустим, что интересного заснять нового, как дальше развиваться нам на канале. Пишите, мы все это будем рассматривать, комментировать, и да, и так далее. Я буду модератором все ваши комментарии отсылать, они будут уже смотреть, интересоваться, что вас интересует, ваш, как моих поклонников, моих зрителей, что вас интересовать будет в моем контенте, допустим. Да, я снимаю разнообразный контент, я это не скрываю, разнообразный, да. А много просмотров не соберешь, то есть бывают какие-то моменты, да, допустим, у тебя основной канал, допустим, по одной игре, ты снимаешь другую игру, у тебя, естественно, будет просмотров меньше, у тебя, ну, можно сказать, ну, и сам YouTube по себе, это мусорка, мусорка, многие сюда сливают все, потому что разделить по 10 каналов, по 10 играм, ну, ребят, если вам оно это надо, я могу так сделать, там, 20 игр я играю, допустим, 20 каналов создавать, с одной стороны, это, это если они будут монетизироваться, там, 1000 подписчиков наберется, 4000 часов набрать часов, это не так сложно для меня, допустим, да, 1000 подписчиков, в принципе, тоже не сложно, но к этому нужно стремиться, все благодаря вам, если вам интересно, и хотите, чтобы я создал 20 каналов по 20 играм, с одной стороны, было бы интересно, да, да. Пишите в комментариях, интересная ли идея, чтобы все в одном канале не было, ну, можно как-нибудь будет разделить, ладно, давайте, ребят, всем спасибо, и до скорого, не забывайте подписываться на мой канал, до скорого, делитесь видосами, клипы, это очень интересно.